В Тверской области уже в этом году в рамках нацпроекта «Культура» капитальный ремонт ждет сразу несколько районных домов культуры, школ искусств и музеев. А также будет обновлено техническое оснащение, закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование для сцены. На эти цели будут выделены средства. Вопрос поддержки сети учреждений культурно-досугового типа обсуждался на очередном заседании регионального правительства. Вопросы поддержки учреждений культур в муниципалитетах Верхней Волжи были рассмотрены на заседании правительства Тверской области. Так, в рамках нацпроекта «Культура» в этом году будут отремонтированы и оснащены новой современной техникой ряд объектов. Это дома культуры, школы искусств, музеи. Один из объектов – Краеведческий музей в Максатихе. Это здание более 200 квадратных метров. Для жителей поселка это не только место, где хранятся артефакты истории, но и проводятся патриотические мероприятия. Деревянное здание постройки 1903 года. У нас шесть залов. Будет отремонтирована крыша. Главное, мы без крыши ничего делать не можем, потому что это основное. Все залы требуют ремонта. В этом году заплодировано сделать зал воинской славы, поменять стенды, преобразить весь зал. Подобные музеи, располагающиеся в уникальных старинных зданиях, есть в большинстве муниципалитетов. Такие объекты нужно поддерживать и сохранять, отметил глава региона Игорь Рудения. Мы благодарим Министерство культуры Российской Федерации, которое нам выделяет средства для этой работы. Ну и, конечно, мы сами стараемся ежегодно выделять дополнительные средства для приведения инфраструктуры в надлежащее хорошее состояние. Потому что в каждом районе, в каждом музее это практически индивидуальное решение. Лицо культуры каждого муниципалитета, которое сегодня сохраняется и сберегается для будущих поколений. Также на заседании был рассмотрен вопрос об укреплении материально-технической базы детских школ искусств. Для ряда учреждений приобретут световое и звуковое оборудование, печь для обжига, гончарные игру, кресла для концертного зала, ноутбуки, проектор, мольберты и треноги, софиты, музыкальные инструменты. Ждут перемены и дома культуры. В частности, в Андреапольском, Кимрском, Фировском и Калязинском районах. Это ремонт кровли, приведение в порядок фасада, а также для некоторых учреждений приобретение новых музыкальных инструментов и оснащения. Кроме того, принято решение о приобретении для домов культуры Андреапольского и Вышневолодского округов специализированного автотранспорта для обслуживания сельского населения.